Но всегда ли мы можем применять медикаментозное лечение? Есть же варианты и для лечения медикаментозного пациента, в том числе и с гиперактивностью мучевого пузыря. И здесь у нас есть достаточно широкий опыт, большой опыт и успешный опыт применения экстракорпоральной магнитной стимуляции мышц таза в дна. Переменное магнитное поле, возникает электрический ток. Если мы говорим о структурах таза, возбуждается волокна периферических нервов. Причем важно, возбуждаются как волокна периферических нервов, афферентные, так и эфферентные. Возбуждаются эфферентные волокна, происходит сокращение скелетной мускулатуры, пациенты чувствуют. Еще происходит сокращение гладких мышц внутренних органов, того же мочевого пузыря, представительной железы и гладких мышц сосудов. Происходит и афферентное возбуждение, афферентных окон. И идут импульсы в центре мочеиспускания, которые находятся в том числе и в спинном мозге. И идут они выше, то есть есть определенная нейромодуляция. И авантрон позволяет подобрать тот режим, который наиболее подходит для каждого пациента. Для пациента с гиперактивностью или с недержанием мочи, в зависимости от частоты магнитного поля, мы можем получить разные фидеологические эффекты. При гиперактивности мочевого пузыря мы видим более чем у 60% снижение частоты недержания мочи на 30%. У порядка 30% пациентов женщин и 20% мужчин уже при повторном уродинамическом исследовании не было непроизвольного сокращения мочевого пузыря, непроизвольных сокращений детрузера после экстракорпоральной магнитной стимуляции. Опять-таки мы видели, что снижалась частота и выраженность недержания мочи после проведения экстракорпоральной магнитной стимуляции.